Всем привет с канала Камрад Майор и сегодня у нас новый обзор в рубрике моделирования советский истребитель завоевания превосходства в воздухе Су-27, который также еще зовут лучший истребитель. Как можете видеть это подарочный набор, давайте даже вот так вот сделаю наверное чуть повыше камеру, вот, чтобы было нам лучше смотреть на это все. 1,72, любимый у меня масштаб авиации, подкупил тем, что очень давно уже на него засматривался и подумал что что, а сушку нужно собрать это однозначно. И здесь как раз таки буду впервые пробовать небесный камуфляж, интересно кстати какие будут краски в комплекте, ставлю что черная, для шасси белая для элементов выделения, синяя и может быть голубой, либо какой-нибудь небесно-синий. Но также кстати для ракет могут пожопить и положить в раненую сталь. Поэтому открываем. Я ставлю что все таки могут положить один синий, другой какой-нибудь небесный пожопить и действительно положить просто для ракет в раненую сталь. Но, хотя, они же могли подумать что ракеты можно красить в белый и поэтому действительно может подфартить, так скажем, и что-нибудь положить более годное. Открываем значит наш набор, кто тут у нас еще представлен, дремлайнер девятый и истребитель-бомбардировщик Су-34. Так, вижу подставку. Да вы что, вы посмотрите, они даже не положили черный, что для звезды редкость обычно ведь кладут. Значит кисть клей голубой, светло-голубой акрил, серо-голубой акрил и белый естественно. Здесь я звездой доволен, уже все, я этой модели уже заочно ставлю 10 из 10, потому что как минимум набор красок радует. Никакого черного, который у людей, прошу прощения, скопился, прям уже в банках можно забор этим черным красить. Однозначно 10 из 10 стоит брать только из-за этого уже. И значит сама модель. Тут нигде не запаковано. 31,4 см, 105 деталей. И очень много тут декалей, кстати говоря. Коробка очень плотная, я вам скажу. Кто не знает, кстати, у звезды представлена почти вся линейка сушек. Тут еще не хватает 47-го беркута, плюс 34-й су мы увидели с вами только что на другой коробке из-под красок. То есть можно собрать буквально всю линию су. Значит, это убираем в сторону. И открываем это и готовимся офигевать. И опять-таки, ставки положат подставку или нет? А вот здесь уже нет, уже здесь подставки нет. Это, конечно, промах, но балл все равно срезать не будем. Значит, также фонарь, кабины и прочие элементы. Очень много декалей. Даже имя Владимира Пугачева можно нанести на борт. Что очень интересно, кстати, я вам скажу. Два таких здоровенных литника, представляющих корпус самолета. Очень, кстати, это интересно и удобно сделано. И, значит, что у нас включает в себя комплект сам. Я сейчас срежу балл, если не будет пилота. Это я сразу срежу, потому что больно часто не стала попадаться авиация без пилотов. Значит, закрылки, хвостовики, эти трубовыдовы, или как они называются, это все есть. Дальше идем крылья, сопло турбин. Очень хорошо, кстати, что ракеты сделаны цельнолитными. Это очень прям круто. Ничего не надо клеить, эти половинчатые ракеты мизерные. Так, пилот есть, все. Баллы свои они сохранили. Пилот есть, все есть. Думаю, сборка пройдет успешно. Значит, и посмотрим на схему. Значит так, Су-27, советский истребитель завоевания, превосходство в воздухе. Лучший в мире тяжелый истребитель был принят на вооружение советских ВВС в начале 80-х. И на его основе было разработано целое стемейство боевых машин. Самолет оснащен мощным ракетно-бомбовым вооружением и приборами, позволяющими выполнять боевую задачу днем и ночью в любых метеоусловиях. Самолет Су-27 является в настоящее время основным истребителем ВВС России. Прошу заметить, лучший в мире. Как бы каждый кулик хвалит свое болото, но действительно Су-27 признан лучшим самолетом истребительного класса в мире. Значит так, опять собираем с кабины и кабину фиксируем сверху. Вооружение нам сразу показано здесь. Но я скажу, что схема действительно старая. Все попытались уместить, на всем сэкономить. Схема немного неудобная, я вам скажу. Прям действительно-действительно неудобная. Нерасписанная, так скажем. Ну а это видимо как раз таки оплошности старых моделей. Но ничего, сами детали я кстати вам скажу более чем меня устраивают. Здесь какие-то полоски, только может быть это для камуфляжа сделано. Вот вам видно, типа на вот этих. Именно здесь, именно такие одинаковые. Наверное, правда это камуфляж. Прошу заметить, кстати, давайте его сразу открутим аккуратно. Конус очень гладкий, я вам скажу. То есть, как бы краску на него класть, это нам нужно будет еще постараться. Сами литники, конечно, шикарные. То есть, будет офигеть какая здоровая модель. И, конечно, вы ее сможете увидеть на канале в дальнейших обзорах собранных моделей за определенное время. Сейчас я перешел на реактивную авиацию. Думаю, вам будет об этом интересно понаблюдать. Значит так. Су-27. В такой комплектации однозначно рекомендую брать. Модель здоровая, модель качественная. Краски офигенно подобранные. Все идеально. Так стоит 1100-1200. Даже доходит в каких-то магазинах, смотря по наценке. Можно взять, как я взял... Сколько там получается? Это было 690 рублей? Вроде бы. Да. По скидкам урвать можно за очень офигенную сумму. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам было интересно. И оставляйте комментарии. Обратный отзыв всегда полезен. А мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. Пока. Продолжение следует...